Друзья, всем привет, с вами Александр и у нас Age of Mars. Вкратце пробегу по новостям, но основная часть этого видео посвящена покупке NFT. Я расскажу, что такое токены QDT и QSTN, где их можно купить, как их завести и как в общем осуществляется весь процесс заведения денег и покупки NFT и какие есть сейчас для этого бонусы. Как вы знаете, в игре произошли кардинальные изменения, то есть проект запартнерился с QChain, то есть они перешли на их блокчейн. В игре теперь не используется токен MRT, ну точнее он используется только для внутриигровых механик, в общем-то для ускорения процессов. Его выводить и продавать нельзя, но это уже я писал об этом давно. То есть если у вас остался токен MRT на кошельке, то единственное, что с ним можно сделать, это назад вернуть его в игру, ну и там использовать на свое усмотрение. Ну, как я сказал, это в основном ускорение процессов постройки и апгрейда. Сейчас все NFT в игре покупаются за три типа ресурсов. За токен QSTN, это стейблкоин, то есть равен 1 доллару. За токен QDT, стоит там 0,3 цента. И непосредственно за USDT. Как купить за QSTN или QDT я вам покажу. Цены на NFT установлены вот такие вот, они фиксированы. Если раньше они были привязаны к токену MRT, который торговался и который мог расти и падать, то сейчас цену зафиксировали в долларах, грубо говоря. QSTN это тот же доллар. И комонка стоит 10, он комонка 25, да, в принципе цены сейчас, конечно, смешные. Если раньше комонка стоила 130 долларов, сейчас она стоит 10. Также комиссия на продажу стала 50%. Раньше она была 15, потом ее сделали 30, а теперь она вообще 50. Ну то есть, если вы заходите в игру, то как бы рассчитывать на продажу NFT-шек сейчас вообще не стоит. Разве что начнется бычка и цены на NFT-шки подорожают раз так в 50, тогда можно будет их продавать. Потому что вы половину стоимости просто потеряете. Также в игре изменилась немного механика покупки земли. Ну точнее не механика, а денюжки, за которую это все дело делается. Ну заходим в земельный департамент, нажимаем купить терра. И что мы видим, здесь опять же нужно 3 типа ресурсов, нужен, продолжает быть нужным токен MRT, но вместо USDT нам нужно сюда будет закидывать QSTN. Комонка 22 бакса, анкомонка 55, ну и так далее. Также в игре сейчас идет 2 промо, то есть еще старая вот эта вот весенняя промо. Но остался в принципе ему еще целый месяц, до 27 июня. Ну там механика вся простая, то есть учитывается ваш оборот, купли-продажи NFT-шек и в зависимости от того, сколько вы там насобирали, вам будут давать бонусные билеты, которые будут разыгрываться и будут разыгрываться NFT-шки. И также идет вот второе промо, это Apple Flash промо, где разыгрываются яблочные устройства. Airpods, Apple Watch, iPhone и Macbook. Ну опять же сюда учитывается покупка-продажа NFT-шек. Акция будет длиться до 14 июня. Еще я где-то встречал информацию о том, что будет введен режим PvP. Ну это событие где-то более далекого будущего, где будут участвовать наши земли, то есть будут проводиться какие-то игры, гонки между игроками. И если они будут проходить по базам, то есть по территориям игроков, ну для среди держателей NFT-терра, то есть если там гонка проходит по вашей территории, вы будете получать какой-то процесс, вы будете получать какой-то процент. Ну где-то это, в общем-то, потерял я эту табличку, в общем-то. Ну как найду эту информацию, сделаю отдельное видео по поводу дальнейшего развития, ну так сказать, родмапа данной игры. Итак, токен QChain, он же QDT, стоит он 0,3 цента, то есть это было бы, да, или 0,003 доллара. Торгуется на двух биржах, BitMart и DigiFenix, ну из них, в общем-то, популярны более BitMart. Ссылка на биржу будет в описании, кому нужно. Биржа, абсолютно обыкновенная биржа. После регистрации, вбиваете в поиск QDT, видите график. Чтобы пополнить, нажимаете внести депозит, вот сюда. Ну и пополняете, ну, обычный там USDT, вот в таких вот сетях ERC, TRC, в общем-то, все как обычно. Как USDT пришли, просто берете там вот рынок, купить там на 10 долларов, ну лучше на 11 с запасом. Давайте, сколько это у нас получается? Это получается 2900, ну это, в принципе, как раз та вот сумма, которую стоит покупать. Минимальная сумма пополнений в игру это 2100 токенов. Ну а минимальная цена NFT-шки 2700, ну вот как бы на 11 долларов нужно покупать. Чтобы деньги пришли и вы смогли спокойно там купить комиссию, на вывод будет что-то в районе 200. Как вывести токены? Нажимаете сюда, нажимаете вывести, вбиваете валюту, QDT, QDT, вот QChain, через крипто-сеть. Как видим, для вывода денег нам нужно пройти начальную верификацию и нужно включить будет двухфакторную аутентификацию. Первоначальная верификация, там никакие документы не надо, просто ввели страну, имя, фамилия и вроде бы как все. Чтобы включить двухфакторку, нужно использовать либо указать свой номер телефона, либо указать, установить Google аутентификатор. Все как обычно. После этого у вас уже доступен вывод. Поле адрес и поле сеть. Ну сеть здесь одна, на выбор без вариантов. Также ранее для того, чтобы заводить деньги в игру, нам обязательно нужна была вот эта вот программа. Это QChain Noda, она так и называется, ссылку оставлю на нее в описании. Качайте ее с PlayMarket. И через нее заводились деньги в игру. В нее приходили счета, вы их здесь одобряли и деньги появлялись у вас в игре. Но сейчас уже это поменялось. Сейчас уже просто, я так понимаю, можно просто с биржи токены QDT отправить сразу в игру. Ну я покажу вам оба варианта. Как получить нам наш адрес. На главном экране нашего приложения, вот здесь вот есть такая вот карточка, кошелек QDT. Нажимаем на него, нажимаем пополнить и вот получаем наш адрес. Вбиваем сюда наш адрес и вводим сумму. Ну комиссия сейчас 271 QDT, так что это надо учитывать. Ну короче надо на 3000 примерно покупать QDT. Ну вот если мы ровно 3000 вводим, то на баланс нам приходит 2729. Для этого как раз хватит, чтобы купить обычную NFT-шку комбоновскую. После того, как мы пополнили наш кошелек, нам нужно завести деньги в игру. Это делается следующим образом. Заходим из главного меню в раздел ресурсы. Находим наш пункт, вот эта строка QDT. Нажимаем пополнить счет. Нажимаем создать invoice. После чего мы видим вот такую вот заявочку, где нам дается вот адрес, на который нам нужно перевести деньги. Мы его копируем. Возвращаемся в приложение. Опять же наш кошелек. Выбираем перевод. Выбираем там сумму 2800. Комиссия. 1 QDT. Нажимаем перевод. Все в общем-то работает довольно быстро в этой QChain. Также может быть вариант, что у вас вот здесь выскочила не адрес для пополнения, а вас попросит ввести ваш адрес. То есть вы вводите свой адрес кошелька и вбиваете эту сумму. И вам счет будет выставлен в ваш кошелек. В таком случае вам нужно зайти вот сюда в продукты. И будет раздел QPayments, где у вас и будет, собственно говоря, куда вам придет ваш счет. Вот здесь вот появится строка, где будет кнопка гореть Pay. То есть запрос будет от игры придет в ваш кошелек. То есть раньше было так, сейчас они, наверное, поменяли. Сейчас немножко по-другому. Также в игре есть возможность покупать за USDT. И также можно купить за Stablecoin QSTN. Ну, как покупать с MetaMask, я думаю, как бы вы сами знаете. А вот как пополнить и купить NFT через QSTN, давайте я вам покажу. Опять же, заходим в наше приложение. Заходим в раздел кошельки. И нам нужно будет его пополнить USDT-шками в сети Tron. Опять же, нажимаем пополнить. Копируем наш адрес. Переводим сюда с любой биржи, либо с кошелька TronLink USDT-шки. Они пришли нам на баланс. Опять же, заходим в приложение. Ищем приложение QSwap. Вот QSTN Swap приложение. Нажимаем кнопочку купить. И вот выбираем. Мы пополняли в USDT-шках. Тут, собственно говоря, пока других вариантов не вижу. И пишем здесь 11. И 10 нам придет. То есть пополнять нужно, опять же, с запасом в 1 доллар. Потому что, видите, 1 бакс это комиссия. Ну, а дальше, в общем-то, все точно так же. Опять же, идем в раздел ресурсы. Напротив QSTN нажимаем пополнить. Нажимаем создать invoice. Ну, опять же, получаем наш адрес. Идем в кошелек. Переводим на этот адрес денежки. Ну, в связи с этими всеми изменениями. Переходом на QChain. Вводом новых токенов и так далее. До 31 мая. То есть до конца этого месяца. Действует акция, в которой. Каждая купленная NFT-шка за токен QDT. Будет удвоена. То есть, если вы купили комонку за QDT. Вам дадут две комонки. Если вы купили анкомонку, вам дадут две анкомонки. Ну, если даже купили легендарку, вам дадут две легендарки. Так это работает, если мы покупаем за QDT. Ну, а мы с вами давайте прикупим анкомонку топливную. 25 долларов. Цены, конечно, сейчас смешные. Да, я покупал за 130 долларов. Сейчас 10 долларов. А анкомонка 25 долларов. Давайте выберем купить с баланса. Нажимаем buy. Поздравляем, NFT был успешно куплен. Отлично. Нам нужно, скорее всего, немножечко подождать, пока это все дело прогрузится. Оно протупит, пока NFT-шка у нас появится. Вот, собственно говоря, она у нас уже появилась. И да, вот она, в общем-то, у нас прогрузилась. Давайте мы ее поставим. Ух, и громко. После того, как мы поставили, ну, сделали покупку первую нашу за токены QDT, у нас в постройках появляется новое здание. Это вот такой вот генератор QDT. Давайте мы сейчас его куда-нибудь придумаем приткнуть. Генератор QDT, как видите, он у нас занимается стейкингом токенов QDT. Чем больше у вас NFT-шек, тем больше у вас производства QDT токенов. В общем, это, ребята, все, что я хотел вам сегодня рассказать. Думаю, еще будут видео по данной игре. Потому что команда все-таки у игры, это какие-то матерые ребята. Они крутятся, вертятся, видят, но не дают игре помереть. Как я всегда говорил, на бесплатной основе вообще рекомендую сюда всем заходить. А насчет покупок NFT, ну, смотрите сами. Сейчас цены вообще, конечно, смешные. Можно сейчас-то и прикупить, конечно. Но эти все покупки, ну, либо вам просто тупо геймплей нравится, и вам не жалко там десятку-другую долларов потратить. Ну, либо в долгосрок, вот реально, пока начнется бычка. Вот когда начнется бычка, вот тогда эта игра может очень сильно хайпануть. Ну, а так, в общем-то, Dior решайте сами. Всем пока.